Друзья, всем привет! В сегодняшнем информационном видео расскажу вам о последних новостях из мира прошивок Xiaomi, а также о том, что немного ввело в заблуждение многих пользователей. Интересно? Тогда присаживайся поудобнее и мы с вами начинаем. Первое, с чего хотел бы начать, это какие аппараты больше не будут поддерживаться обновлениями. Компания Xiaomi на своем сайте опубликовала очередную подборку аппаратов, которые, к сожалению, больше не поддерживаются. Так сюда официально вошли Xiaomi 10 и Xiaomi 10 Pro, Xiaomi 11 Lite 5G, Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10, Note 10 5G, а также Redmi Note 10T. Из более таких старых это Redmi Note 8 2021 года и Poco M3 Pro 5G. Ну а в целом это ожидаемый ход от компании, ведь линейки аппаратов нужно освобождать. Ну а пользователям этих смартфонов рекомендую рассмотреть переход на кастомы или порты, потому что в последнее время они стали действительно очень годными и помогут пользоваться вам своим аппаратом еще определенное время. С устройствами, у которых закончилась поддержка, мы с вами разобрались, теперь идем далее. Xiaomi вовсю готовится к выходу новой HyperOS 2.0, анонс которой запланирован по разным сведениям на конец сентября-начало октября. Но как обычно, все сроки могут у них по 300 раз меняться, как это получилось в HyperOS 1.5, но об этом чуть позже. На сегодняшний день известно о таких изменениях, которые стоит ожидать в HyperOS 2.0. Это новый вид меню настроек с более закругленными краями разделов, ну кстати выглядит гораздо лучше, чем есть сейчас. Появление настроек для приватности звонков, еще больше будет интегрирован искусственный интеллект в систему, также будет добавлено отключение редактора экрана блокировки и конечно же появление функции для отслеживания скрытых камер. Что же касается другой информации по HyperOS 2.0, то это скорое начало теста первых бета-прошивок, для многих новых аппаратов HyperOS 2.0 выйдет конечно же с Android 15. Ну а в целом и общем по HyperOS 2.0 на сегодня это пока что и все. Далее будем продолжать следить за появлениями новых спойлеров, которые как всегда будем публиковать у себя в Телеграме. Поэтому не забудьте на наш профиль там и подписаться. И еще немного вернемся к тематике HyperOS. Не так давно была очень активная информационная волна новостей, что HyperOS 1.5 выходит на глобальный рынок. Но к сожалению это не так. HyperOS 1.5 на глобальном рынке не существует. То что вышла версия на многие аппараты как 1.0.5.0 с кучей фиксов, ну к сожалению не дает права ее называть именно как HyperOS 1.5. Как многие олды сяоми помнят, что была промежуточная версия MIUI 12.5, ради которой даже закатили целую презентацию. Изменений там было больше чем сейчас в 1.0.5.0 или же в 1.0.6.0, которую окрестили именно HyperOS 1.5. Конечно же некоторые люди хотят мнимый HyperOS 1.5 привлечь к себе внимание, рассказывая о фишках, которые были уже до этого и еще даже в MIUI. Потому я рекомендую лично от себя доверять только официальным источникам. В частности это официальным страницам компании Xiaomi и HyperOS. Ведь только там вы найдете и списки аппаратов на получение новых прошивок, а также посты про выходы новых версий HyperOS. Как вы понимаете, что остается чуть больше двух месяцев, когда мы снова станем на пороге вопроса. Обновляться до новой прошивки или же нет? И какие новшества оно в себе вообще привнесет? Но в любом случае впереди нас ожидает множество всякой информации по HyperOS 2.0. И чтобы не пропускать это, подписывайся на YouTube канал и наш Telegram канал. Везде не забудь поставить колокольчик, чтобы приходили уведомления про все актуальные и свежие новости по движухе Xiaomi и HyperOS. Ну а если я о чем-то забыл упомянуть или остались какие-то вопросы, смело пишите об этом в комментарии, там мы с вами и пообщаемся. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.